36 школ построят в Западно-Казахстанской области в течение ближайших трех лет. В регионе уже возводят 18 учебных заведений. По словам местных властей, после ввода в эксплуатацию учреждения образования в области будет решена проблема дефицита ученических мест. О том, как реализуется в Западном Казахстане проект «Комфортная школа» расскажет Альбина Кумаргалеева. Эту школу в поселке Агуба построили еще полвека назад. Здание сильно обветшало, покосившиеся окна и двери, трещины в стенах. В таких условиях заканчивают учебный год более сотни сельских детей. Зимой холодно, дуются окон и дверей. Разрешаем заниматься детям в верхней одежде, иначе нельзя. Тяжело также весной и осенью, когда дожди и грязь. Чтобы пойти в столовую, которая в другом корпусе, им приходится по несколько раз переобувать сменную обувь. То же самое с удобствами, которые, кстати, на улице. Месяц назад здесь развернули строительство нового учебного заведения на 108 ученических мест. Стоимость проекта почти миллиард тенге. Подрядчики обещают завершить строительство уже к новому учебному году. В нашем селе на сегодня проживает свыше 800 человек. У нас начали строить современную школу со своим спортзалом. Также сказали, что будет детская и спортивные площадки. Это радует. Также благоустраивает наше село. Было построено почти 2 километра пешеходных дорожек. Жизнь населения налаживается с каждым годом. В целом в регионе на данный момент на средства компании недропользователей ведется строительство школ в еще 14 населенных пунктах. Кроме того, по проекту «Комфортная школа» в ближайшие три года в регионе появится еще 18 новых учебных заведений. 9 школ мы планируем начало реализации в рамках пилотного национального проекта «Комфортная школа». Из девяти школ у нас на сегодняшний день по пяти уже определены подрядчики. Также две школы у нас строятся за счет местного бюджета. В Косталовском районе это у нас школа «Желдуц» и «Алмаво-Разбаево». По плану из 28 школ до конца текущего года мы планируем ввести 18 школ. Это у нас 16 малокомплектных школ и две школы за счет местного бюджета. В регионе 370 школ. 12 из них находятся в аварийном состоянии. В девяти дети учатся в три смены. Вопрос с аварийными и трехсменными учебными заведениями местные власти обещают решить в течение ближайших трех лет.